С вами Ирмухамед Иртезбаев. Здравствуйте! И прежде всего, я от всей души, искренне, хочу поблагодарить многочисленных комментаторов, которые поддерживают не только редакционную политику нашего канала, они поддерживают и Народную партию Казахстана. И им нравится та подача информации, которая есть на нашем канале. Я благодарю, кстати, и критические стрелы, которые в адрес нашего канала. Знаете почему? Критика такая, когда она умная, она заставляет думать, что в редакционной политике сделать нового. И вот комментаторы, которые дают очень правдивые, объективные, такие очень проникновенные оценки, это, мне кажется, это волна новых комментаторов, которые вообще появились в сетях, в интернете, в ютубе. Почему? Потому что после ваших комментариев наш коллектив вдохновляется на дальнейшие подвиги, на дальнейшую работу. И через ваши вопросы, ваши оценки, ваши комментарии мы налаживаем вот это самое сотрудничество и солидарность, без которого невозможно нормальное, демократическое, цивилизованное общество в 21 веке. Мы обсуждаем главные новости уходящей недели, и вот что интересного, на мой взгляд, произошло в нашей реальности. Президент Казахстана Хасанжимар Токаев провел переговоры с президентом Республики Корея Юнсок Йолем. В расширенном формате сообщает пресс-служба Акорды. В ходе переговоров с участием делегаций двух стран президент Хасанжимар Токаев назвал первый государственный визит президента Кореи в Казахстан историческим событием. Глава нашего государства подчеркнул, что переговоры расширят сферу казахско-корейской интеграции и поднимут двусторонние связи на новый уровень. Вот кто бы что ни говорил, но многовекторная внешняя политика Казахстана, она в действии. У нас нет ни одного врага. Мы дружим со всеми странами мира. Казахстан это крепкая средняя держава, авторитетное государство на международной арене. Для сравнения, например, в России с Южной Кореей Япония сейчас, ну, очень нехорошие такие отношения, я бы сказал, даже плохие. Находясь под ядерным зонтиком США, Южная Корея и Япония, они же вступили в антироссийскую коалицию. И хотя вот Корея и Япония географически находятся в Азии, на Дальнем Востоке, то политически они часть вот этого коллективного Запада. Но к Казахстану отношения со стороны Южной Кореи самое, я бы сказал, радушное, искреннее желание сотрудничать, торговать, продвигать совместные проекты. Тукаев по уже сложившейся традиции лично проводил корейского президента в аэропорт. Президент Тукаев стремится установить вот на уровне личных контактов, доверительные взаимоотношения со всеми мировыми лидерами. И вот на таком фоне, да, сравните вот, например, ну, скажем, нынешние взаимоотношения лидеров Армении и Беларуси. Никола Пашиняна и Александра Лукашенко. То, что во главе нашей страны находится один из самых сильнейших дипломатов в мире, это дорогого стоит. В Армении сейчас тревожно, она собирается выйти из ОДКБ в условиях предвоенной такой атмосферы и проблемного геополитического окружения. Беларусь, к великому сожалению, вот в случае военного конфликта России с НАТО, да, Беларусь это первая страна, первая территория, которая подвергнется военному нападению. Все опознается в сравнении. Так что, дорогие друзья, Казахстан это одно из немногих стабильных и спокойных мест не только на постсоветском пространстве, а в мире. На прошедшей неделе исполнилось ровно пять лет с президентских выборов 2019 года и первой инаугурации президента Токаева. И вот Евроньюз опубликовал статью президента Токаева, я думаю, это, наверное, связано вот с этой пятилетней датой. В ней глава государства высказался о роли средних держав. Вот некоторые тезисы из статьи главы нашего государства. Такие страны, как Казахстан, должны выступить с новыми силами и заявить о своей роли не только как участников, но и как ответственных игроков на глобальной арене. Мы уже неоднократно в своих новостях освещали дипломатию и весь внешнеполитический курс президента Токаева. И Казахстан за последние пять лет, на мой взгляд, проделал очень эффективную работу именно в этом направлении. Ну, вспомните и Астанинский процесс по Сирии, визит недавний Токаева в Армению и конкретные шаги главы государства по примирению Армении и Азербайджана. И мы действительно не просто участники, но берем на себя ответственность на глобальной арене. Ведь потенциальная война, не дай бог, если она случится, может взорвать не только за Кавказе, но и весь Средний Восток. И недавние переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Алматы. Это как раз вот тот случай, когда средняя держава, она играет существенную роль на глобальной арене. Войны в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке уносят жизни сотен тысяч людей. Ну, действительно, людские военные потери в Украине, бедствия и страдания миллионов людей на Ближнем Востоке, они ужасают. Причем и Россия, и Украина, они не дают официальных данных о числе погибших с обеих сторон. Эти конфликты кажутся неразрешимыми, без надежды на улучшение. Так оно и есть. Российско-украинский конфликт, он сильно затянулся, а на Ближнем Востоке он только разгорается. Вот мне иногда кажется, да, что от Российско-Украинской войны выигрывает пока Запад. Русские и украинцы воюют. Ежедневно людские потери. Об этом не мечтали ни Карл XII, ни Наполеон, ни Гитлер. Конфликт в Украине создал дипломатический тупик. Продолжающаяся ситуация в Газе является огромным гуманитарным бедствием. Я думаю, что предстоящая международная конференция по Украине, в Швейцарии, она закончится ничем. Знаете почему? Потому что предстоящая конференция – это же дипломатия. А российско-украинский конфликт, как точно определил наш президент, это большой дипломатический тупик. Что касается войны Израиля и Хамаса, то вот там нету никакой дипломатии. Там самая настоящая гуманитарная катастрофа. Право ВЕТА, которым обладают постоянные члены Совета Безопасности ООН, часто приводит к тупиковым ситуациям. О неэффективности Совета Безопасности ООН, ну уже многие говорят, да, но вот в устах Токаева, это звучит с сознанием дела, он же три года был заместителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций и видел всю эту мировую кухню, принятие решения, да, изнутри, что называется, с близкого расстояния. А тупиковые ситуации в Совете Безопасности ООН потому, что он расколот. С одной стороны США, Великобритания и Франция, а с другой Россия, Китай. На этом фоне средние державы, такие как Казахстан, выступают ключевыми игроками, обладающими растущими возможностями для обеспечения большей стабильности мира и развития в своих регионах и за их пределами. По Конституции Республики Казахстан президент определяет внешнюю и внутреннюю политику государства. И Токаев намерен, чтобы Казахстан, как средняя держава, играл роль ключевого игрока. И у нас есть возможности для обеспечения большей стабильности не только в Центрально-Азиатском регионе, но и в других регионах, с которыми у нас нет границ. То же самое за Кавказе. У нас там большие интересы. И предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества в Астане, он тоже в этом ряду. Саммит состоится 2-4 июля. И помимо участия глав государств, членов ШОС, ожидается еще участие генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Я думаю, что здесь вот без личных контактов и взаимоотношений только с Гутерришем не обошлось. Они хорошо знают друг друга по совместной работе в ООН. Есть первый прецедент, когда имуществу казахстанца присвоен статус, слушайте внимательно, необъяснимое богатство. И оно будет обращено в доход государства, сообщает закон.КИЗ. По словам председателя комитета по возврату активов Генпрокуратуры Республики Казахстан Нурдаулета Суиндыкова, казахстанец, вот этот, он не смог объяснить природу происхождения имущества стоимостью в 11 миллионов долларов или порядка 5 миллиардов тенген. В связи с чем, по иску, уже вступившим в силу решением суда о необъяснимом богатстве, вот эту сумму изымут доход государства. По словам Суиндыкова, в рамках работы прошлых лет совместными усилиями правоохранительных, специальных, государственных, уполномоченных органов были возвращены активы на сумму около полутора триллионов тенген. Надо признать и всем нам поддержать Генеральную прокуратуру за непростую работу по возврату незаконных активов. Это очень сложная, знаете, я скажу так, муторная такая работа. Но смотрите, за год на полтора триллиона тенге возвратили. Это же результат. Что касается вот человека, который не может объяснить, откуда у него 11 миллионов долларов, слушайте, это же прекрасный сюжет для фильма в жанре комедии или траги-комедии. Вот когда Эльдару Рязанову рассказали реальные случаи про одного человека, это в реальности было, да, который крал автомобили, продавал их, а деньги отправлял в детские дома, Эльдар Рязанов в результате он снял, ну, когда узнал про эту историю, услышал, да, он снял «Берегись автомобиля». Вот этот фильм я вообще считаю шедевром мирового кино. Так что, уважаемые кинематографисты, вы подумайте, сюжет же великолепный. Налоговый инспектор так спрашивает, откуда у тебя 11 миллионов необъяснимых долларов? А он в ответ, да черт его знает, вот с неба свалились. А с другой стороны, вот кто из наших мультимиллионеров или миллиардеров сможет публично, убедительно и аргументированно, да, честно и объективно рассказать историю происхождения своих капиталов? Ну, через призму законности. Пишите нам, друзья, что вы об этом думаете. Апелляционная жалоба по делу Бешимбаева и Байжанова поступила в городской суд Астаны. Адвокаты Бешимбаева и Байжанова будут добиваться пересмотра дела и переквалификации. Ну, для Бешимбаева со статьи 99, часть 2, пункт 5, умышленное убийство с особой жестокостью, на 106-ю статью, то есть умышленное причинение вреда здоровью, повлекшая смерть по неосторожности. Там от 8 до 12 лет. Возможно ли новое рассмотрение этого дела? При установлении существенных нарушений норм уголовного, уголовного процессуального законодательства, которые повлекли на вынесение незаконного приговора. А приговор, он незаконен и несправедлив, об этом говорят виднейшие, авторитетнейшие юристы, адвокаты, правоведы, процессуалисты страны. Несколько десятков уже, среди них Сергей Уткин, Галым Нурпиисов, Нурлан Бесикеев, Эдуард Мухаммеджанов, Виталий Воронов и многие-многие другие. Я сказал, что пересмотр возможен теоретически, но практически, наверное, нет. Поэтому в городском суде оперативно отреагировали, назначив судебное заседание по апелляции на 26 июня. Шансов, говорят, нет. Я не вижу шансов. Если нет шансов, то, на мой взгляд, это свидетельствует, что решение по Бешимбаеву было принято отнюдь не в судебных кабинетах, и что судебная власть, она не является независимой, она зависит от исполнительной власти. Максимально, я думаю, она бы могла назначить 25 лет, но 24 это такая как бы золотая и, в принципе, разумная, середина, разумный срок. Понятно, да? От 25-летнего тюремного срока золотая середина – это 24 года. И потом, 25 лет – это неразумный срок, а 24 года вполне себе разумный. А может, адвокат, который требовал пожизненного и, понимая, что это не пройдет, захотел 48-летнего тюремного заключения, и нашли золотую середину. Я, знаете, иронизирую по одной причине. Потому что не только видные юристы и правоведы страны говорят о несуразности срока, а еще тысячи простых граждан в комментариях пишут о незаконном приговоре. Точно такое же мнение и в юридических сообществах многих стран мира, где онлайн следили за этим нашумевшим судебным процессом. Вот два фактора сыграли решающую роль против Бешимбаева. Два фактора – это, знаете, вот эти два видео. Первое видео – видела вся страна, где Бешимбаев выглядит в крайне негативном свете. Когда он, как говорится, лыка не вязал, наносит четыре удара тыльной стороной рук и три удара ногой в область правого бедра. Это отвратительное зрелище. Но если отбросить все эмоции, включить холодную голову, то это не умышленное убийство, а побои. Могли именно эти побои вызвать в конечном счете смерть Люкеновой? Наверное, могли. И Бешимбаев признал это на суде. Но это как раз классический случай именно статьи 106 Уголовного кодекса. Второе видео с телефона Бешимбаева не видел никто, включая адвоката Вранчева. Я, например, увидел, мне стало тоже не по себе, я не стал смотреть эти видео. Сразу вспомнил один исторический факт. Не хочу смотреть, сказал монах Томас Люпиан Галилео Галилею, который предложил ему посмотреть в телескоп. Ну, в самом деле, согласитесь, что это какой-то нонсенс. Требовать пожизненного заключения, не посмотрев и не изучив видео с телефона Бешимбаева. Причем, смотрите, ему задают уточняющий вопрос. Что же все-таки было в этом шокирующем видео? И в ответ... Фото, видео. Вот я как бы и фильмы ужаса не люблю смотреть. Ответ вообще никакой. Вернее, ответа нет. Это уход от конкретного ответа. Потому что на видео нет ударов, побоев. Пьяный Бешимбаев ведет себя, как конченый кретин и устраивает допрос с пристрастиями. Разумеется, что можно понять и принять чувства, эмоции, переживания родственников Нукенова и всех, кто требовал сурового наказания преступнику. И все же это не умышленное убийство. Я вообще не знаю ни одного умышленного убийства в людном месте, где большое количество потенциальных свидетелей. Умышленное преступление, которое замышляется в пьяном бреду, под видеокамерами и записи на собственный телефон. И вот все это же подтверждается и вызовом скорой помощи, и попыткой оказать ей первую медицинскую помощь, и первые допросы прибывших полицейских, и реакция самого преступника на смерть Нукеновой. Адвокаты Бешимбаева, Наскен Кусаинова и Ерлан Газымжанов, в отличие от Вранчева, они тщательно изучили видео с телефона и считают, что ничего шокирующего через призму именно умышленного убийства там нет и в помине. Никакого шокирующего видео там нет. Там видно, как она сидит на диване, засыпает. У нее даже на глазу там есть выступающие какие-то признаки, но ничего нет на лице. Она уставшая, они всю ночь ходили, всю ночь разговаривали, всю ночь выходили. И на этом видео нет там ужасного что-то. Команда ютуб-каналов Народной партии Казахстана освещала все моменты самого громкого суда в истории Казахстана над Куандыком Бешимбаевым. За этот период к нам поступило более тысячи комментариев от казахстанцев. Вот мы выбрали топ-3 самых популярных вопросов от подписчиков программы «Итоги». Я бы вот назвал вот эти. Как и обещал, открыто и без всякой цензуры отвечаю на заданные вопросы. И первый вопрос от пользователя Шахмансура звучит так. Ерике, вы на меня не обижайтесь, пожалуйста. Меня удивляет ваше удивление того, что происходит в Казахстане. Можно подумать, что это происходит только с конца марта текущего года, когда начался суд над Бешимбаевым. Это случилось разве сегодня? Нет. Так было и 20 лет назад. Так было заложено в нашей системе с самого начала. И вы, Ерике, сами были непосредственным свидетелем и участником всего этого. Вы были у власти. И тогда происходили так называемые странные суды. Чего только стоит несколько заочных судов над высшими чиновниками из КНБ, из руководства страны. Их разве не нужно было выслушать? Приговор был вынесен заочно. Вот где были заложены основы судебной системы. Тогда вы не возмущались почему-то? Не заступались за генерала Фрахата Алиева и Альнура Мусаева за несправедливым приговора суда? Очень хороший вопрос. Я благодарен автору. Сразу скажу, что я не буду оправдываться. Да, действительно, я почти четверть века был в Назарбаевской команде. Был советником главы государства, зав. отделом администрации президента, министром. Ну, я не юрист, а историк по образованию. И я никогда не влиял и не курировал судебную систему и правовой блок. Ну, в конце концов, были люди, которые прямо отвечали за судебную реформу. Я признаю, что судебная ветвь власти не была независимой. Никогда не была независимой. Напротив, она зависела и зависит от исполнительной ветви власти. Понимаете, когда мы там 30 лет назад перешли от одной общественно-экономической формации к другой, скажем так, капиталистической, то скорость, глубина реформ, они же были поставлены во главу угла. И политическая целесообразность, она взяла верх над законом и правом. Я помню, это 2003, по-моему, да, лет 20 назад, у меня был откровенный разговор с Нурсултаном Назарбаевым. И он мне признался, что ничего не может сделать кардинального в реформировании суда, судебной системы. Не думаю, что с тех пор что-то существенно изменилось. Сравнение же суда над Бешимбаевым и вот этих заочных судебных процессов в свое время над Рахатом Алиевым и Альнуром Мусаевым, на мой взгляд, неуместно. Вообще. Потому что они были осуждены за попытку насильственного захвата власти, измену родине в форме шпионажа, разглашение государственной тайны, похищение убийств людей, а также ряда других уголовных статей. Они обвинялись в создании организованной преступной группировки, руководстве ею и несанкционированной прослушке высокопоставленных государственных чиновников. По первому суду Мусаев он получил 15 лет, по второму 20 лет, ну и Рахат Алиев, соответственно. Вообще, я вам скажу так, все судебные процессы вот такого рода, они имели свою политическую подоплеку, но и мощный юридический фактаж. Не только в деле Мусаева и Алиева, но и в делах Кожегельдина, Облязова, Жакиянова, 2002 года я имею в виду судебные процессы. То есть там все обвинения, да, они имели неопровержимые улики и доказательства именно через призму конкретных статей Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назарбаев в свое время произнес, обращаясь к государственной бизнес-элите страны, который на самом деле, да, единое целое. Он произнес такую фразу, любого из вас могу взять за руку и отвезти в суд. То есть Назарбаев, он как самый информированный человек в стране, он прекрасно знал, как происходило первоначальное накопление капитала. И те, кто шли против центральной власти и против главного носителя власти, да, то они становились фигурантами судебных дел и публичных, и заочных. Я вот сейчас, знаете, я не даю никаких оценок. Просто констатирую факты того, что происходило в реальной жизни. А Бешимбаев, он вообще политикой не занимался. Он уже многие годы вне государственной службы, и тем не менее, его постоянно представляют исключительно как экс-министром нацэкономики. Рахат Алиев и Альнур Мусаев, они представляли реальную опасность и для главы государства, и для национальной безопасности в целом. Это была трагедия для Назарбаева. Одна из его фатальных ошибок за 30 лет управления страной. Бешимбаев же, он абсолютно никакой опасности для действующей власти сейчас не представляет. И суд над ним, это не трагедия. А фарс якобы справедливого и законного судебного решения. Его осудили как главного представителя класса элитарных паразитов. Так прозвучало на суде непосредственно из уст адвоката потерпевшего. Кстати, Мусаев дал интервью украинскому каналу. Вот у нас, например, есть пророссийский, что ли, ну, партию организовал у нас такой политолог, политтехнолог Ермухамед Ертезбаев. Полностью пророссийский, как ваш этот Медведчук, партия региона. Вот такую партию сейчас такая взял в парламент у нас. И очень интересно наблюдать за ним. Он явно ведет пророссийскую, профашистскую политику внутри Казахстана. И говорить о том, что это проект как бы властей Казахстана, ну, язык не поворачивается, потому что он такие вещи там заявляет. Вообще-то, знаете, я вам так скажу, это мощная реклама для нашей партии. Любое упоминание, даже в самой грязной и клеветнической форме, это дальнейшее повышение рейтинга и роста интереса к партии. Год назад, помните, во время парламентских выборов на нашу партию клеветал Болтун и демагог Арман Шураев? Партия предателей, Сатандар там, прокремлевская и тому подобное. Кстати, он грубо нарушал закон, там до семи лет тюремного заключения за клевету в адрес общественного объединения во время выборов. Теперь вот, ну, фактически то же самое, да, говорит экс-руководитель спецслужб Казахстана. Но бывших чекистов, говорят, не бывает. Несолидно для Мусаева. Ну, в отличие от Шураева, он же обязан был, если что-то говорит такое, да, он должен предъявить какие-то документы, адреса, пароли, явки, банковские счета, подтверждающие его обвинения в мой адрес и в адрес нашей партии. Ничего этого нет. Понятно, почему Мусаев называет Россию профашистской. Он же проживает сейчас в Австрии, и он должен постоянно вот демонстрировать свою антироссийскость, ну, чтобы создавать имидж политического беженца или что-то в этом роде. Я же пророссийский, прокитайский, процентрально-азиатский. И знаете почему? Потому что считаю, что мой родной Казахстан со своими соседями должен жить в вечной дружбе, сотрудничестве и добрососедских взаимовыгодных отношениях. Поэтому мне глубоко наплевать, когда меня обвиняют в симпатиях к России или Китаю. Второй вопрос. Почему вы обеляете Бешимбаева, убийцу? Ох, что такое обелять? Обелять – это оправдывать. Понятно, да? Я не оправдываю. Я считаю, что наказание должно быть справедливым и строго по закону. Я же говорил, что по 106 статье там вилка от 8 до 12 лет. Вот я лично выступаю за максимальное наказание для Бешимбаева – 12 лет тюремного заключения. Если вы считаете, что это обеление, то есть оправдание, ну, считайте, я переубеждать не намерен. А если бы с вашей дочерью так произошло, как бы вы говорили сейчас? Я отвечаю вот сейчас, Аллахом клянусь, честно и искренне отвечаю на ваш вопрос. Если бы, не дай бог, с моей дочерью такое произошло, я требовал бы максимального наказания по 106 статье, то есть 12 лет. Но если бы я всеми правдами и неправдами требовал и добивался 24-летнего срока, то я сам бы встал на неправедный путь и стал бы соучастником вот этого незаконного и несправедливого судебного решения. У меня никогда не было стадного чувства, я, знаете, с детства не любил петь в хоре, я не хочу быть соучастником беззакония. Я боролся и буду бороться за диктатуру закона, за правовое государство. Имею право вообще-то. Резюмируя, в общем-то, вот эту тему предстоящей апелляции в городском суде, да, можно сказать, что призрачная надежда на пересмотр все же есть. Недавно один адвокат, который не участвовал в процессе, дал мне такой прогноз. Апелляция будет формальностью, пройдет быстро, и судебная коллегия городского суда Астаны просто подтвердит решение суда первой инстанции. Вы тоже не ждете сюрпризов? Достаточно легко выражать свое мнение по делу, в котором ты не участвуешь. У нас, например, нет прям, скажем так, стопроцентной гарантии, зная всю нашу правовую систему и зная, как наши суды работают, что какой-то сюрприз не будет в апелляции. Соответственно, мы будем готовиться к этой апелляции так же, как готовились в суде первой инстанции. Будем работать, а так говорить, что возьмут, оставят, а вот возьмут и не оставят, и тогда что? Смотрите, ключевые слова адвоката Вранчева – это, цитирую его, зная нашу правовую систему и зная, как наши суды работают. Очень высокая оценка состояния правового государства. Ну, надежда умирает последней. Будем ждать рассмотрения апелляции в городском суде, который состоится через полторы недели. Осмелюсь выразить мнение всех средств массовой информации страны, мнение и просьбу. Суд должен быть, как и специализировано в суде первой инстанции, онлайн, то есть в прямом эфире. Между тем, брат Нукенова сделал громкое заявление. Он требует извинения от меня и опровержения утверждения, что заведено уголовное дело. На чем основывается наша редакционная политика? На фактах и документах. Вот заявление начальнику департамента полиции Астаны, генерал-майору полиции Толебаеву, от отца Куандыка Бешимбаева, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Айтбека Амангильды за распространение заведомо ложной информации. Посмотрите внимательно этот документ. Он распространял там гнусную ложь о том, что Куандык якобы когда-то совершил ДТП со смертельным исходом. Министерство внутренних дел официально опровергло эту информацию. Далее он распространял информацию, что Куандык Бешимбаев не отбывал свое первое тюремное наказание. Его вообще в тюрьме не было. Ну, по коррупционному делу, помните, да? Здесь уже вообще ложь не только в адрес Куандыка Бешимбаева, в адрес всей правоохранительной системы. Короче, в заявлении просят привлечь к уголовной ответственности Айтбека по статье 274, часть 2, пункт 3. Вот, посмотрите, ответ первого заместителя прокурора города Бердебекова в департамент Астаны. И, ну, копия Бешимбаеву отцу была направлена. Указано, что необходимо тщательно проверить все указанные в жалобе доводы в случае подтверждения принять соответствующие меры. То есть сейчас эта работа вся идет. Вот зарегистрированный номер дела в едином реестре досудебных расследований, где черным по белому написано, что дело принято к производству. Введение, смотрите, уголовного производства по досудебному расследованию в электронном формате. Если в МВД и Генпрокуратуре, ну, брат Унукеновый, какой-то чиновник там ответил, что никакой информации в отношении его нет, то это означает только одно. Дело заведено, но следствий и допросов еще не было. И его статус, ну, статус Айтбека, да, он еще не определен. То есть должны по заявлению допросить и Бешимбаева-старшего, да, и Айтбека Амангильды. Обычно дела вот подобного рода, это мне многие юристы, адвокаты говорили, длятся по несколько месяцев, а то и годами продвигаются. Вот вам еще раз показываем интервью Марата Кожаева, первого заместителя внутренних дел Республики Казахстан. Посмотрите еще раз это видео. Дело возбуждено по факту обращения гражданина о распространении заведенную ложной информацией. А кто, Ертисбаев обратился? Почему Ертисбаев? Родственники Бешимбаева обратились. То есть вы убедились, что дело заведено по факту, как он сказал, да, но следственных действий, допросов и других проверочных мер еще, видимо, не проводилось. Подавляющему большинству людей, особенно не юристам. Трудно вот разобраться во всех этих юридических терминах, но факт остается фактом. Братец, ловко жонглируя словами, все-таки распространял ложь в отношении Бешимбаева, Куандека и его родителей. Поэтому дело возбуждено и находится в производстве. И надеюсь, что он понесет наказание по закону. Итак, брат Нукенова требует от меня извинений и какого-то возмещения морального ущерба. Наглец. Ну что я еще могу сказать? Помните, в марте-апреле Айбек распространял в сетях ложную, гнусную такую информацию, что я получил от семьи Бешимбаевых 100 миллионов тенгенов. Он никогда ничего не сможет доказать. Почему? Потому что это гнусная и чудовищная ложь. Также он лгал в отношении Ергалиева и Обенова, и все сходило ему с рук. Он нагло и беспардонно врал на протяжении полугода. Почему? Потому что у него, наверное, есть крыша во властных структурах. Но вот эта крыша дала течь в связи с арестом одной женщины, которая была арестована с поличным при получении взятки в 200 миллионов тенге. Мы рассказывали в прошлых выпусках, что Айбек Амангельды встречался с этой женщиной. То есть они знают друг друга. Следствие ведет антикор. В общем, знаете, у меня такое впечатление складывается, что Айбек кругом погряз и может быть фигурантом и других дел. И в продолжении темы о состоянии судебной системы в стране в Агентстве по противодействию коррупции рассказали, что председателя Актаусского городского суда по уголовным делам Мангистаусской области задержали в рамках досудебного расследования, согласованного генеральным прокурором в соответствии со статьей 550 УПК Республики Казахстан. Он, цитирую, «через доверенное ему лицо жителя города Актау получил денежные средства в размере 18 миллионов тенге от подсудимой под предлогом вынесения в отношении нее приговора с наказанием, не связанным с лишением свободы». «Вышеуказанный соучастник преступления, он заключен под стражу и водворен в следственный изолятор Актау, говорится в сообщении». Ох, однозначно, что, на мой взгляд, в этом регионе беда с правосудием и законностью. И весь состав местных судей и прокуроров, наверное, пора полностью поменять. Случай с председателем городского суда Бауржаном Шайдулиным, которого хлопнули за коррупцию. Это не единичный по инсайдерской информации оправдательный приговор в отношении Актауского наркодилера. Это сын действующего замначальника департамента полиции, полковника Арынова. Отменили, знаете, из-за чего? Из-за того, что один из присяжных после приговора, ну, это женщина, она подошла и обняла подсудимого. Более того, судья завел в совещательную комнату запасного присяжного. Ну, они все там дружно побеседовали и вместе вышли на обед без объявления перерыва. Именно в этом регионе недавно прокурор района получил условный срок за убийство человека. И только после резонанса его посадили. Ну, мы рассказывали в одном из выпусков, помните, да, прокурор района, начальника госдоходов района, там, зверским образом убил. Потом пересмотрели решение, 8 лет дали. В общем, знаете, вот такое полное отсутствие законности и порядка. О том, что казахстанское правосудие, мягко сказать, не объективно, а Фемида не только слепа, но и глуха, говорит еще один приговор суда, вынесенный в Актобе, снова запад страны, 22 года дали, знаете, за что? За двойное изощренное убийство жителю села Кенкиак. Гособвинитель просил наказать его пожизненным лишением свободы. И вот здесь я гособвинителя поддерживаю полностью. Однако судья проявил гуманность. Из приговора суда следует, что осужденный, он ранил ножом женщину и мужчину, поджег их дом и оставил их там умирать. Резюмирую, вот в нашей судебной практике нет единообразия закона, нет его. За нанесение вреда здоровью, повлекшее смерти, 24 года, за умышленное жестокое убийство двух человек и поджег 22 года. Я еще раз скажу, что вот лично считаю, что 12 лет тюремного заключения для Бешимбаева это было бы справедливо и по закону. Но 24 года за бытовуху, как говорят в простонародье, да и в правоохранительных органах, это незаконно и несправедливо. Казахстанки вернули похищенный у нее 10 лет назад смартфон, передает Tengri News. Кражу мобильного телефона, произошедшую в 2014 году, раскрыли в Кызылжарском районе Североказахстанской области. Тогда одна из жительниц района, отдыхая на озере близ села Соколовки, обнаружила пропажу популярной в свое время модели Samsung Galaxy. Раскрыть вот это преступление по горячим следам тогда не удалось. Кто ищет, тот всегда найдет. Я поздравляю весь коллектив РОВД Кызылжарского района Североказахстанской области с раскрытием преступления 10-летней давности. Надеюсь, что это не единственное преступление или правонарушение, раскрытое в районе за последние 10 лет. С одной стороны, конечно, забавно, но с другой, я да уже серьезно говорю, вот эта история, да, она показывает, что архив, весь там информационный банк данных в РОВД, ну, все это были на, скажем так, на высоком уровне. Дорогие друзья, я устал. Пожалуй, на этом все. До следующей встречи. Через неделю с вами был председатель Народной партии Казахстана Ермухамед Ертезбеев. Субтитры создавал DimaTorzok